Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который задает пользователь по имени Екатерина. И речь здесь, в моем ответе, пойдет больше не про сам вопрос, а больше про некоторую такую периферию, так скажем, периферия. Муж очень часто агрессирует в момент ссоры, может послать на три буквы и обозвать. Грозится ударить. У нас общая дочь, два года. Но он и бывает адекватным, а иногда его просто как-то меняют. Устал уже, не знаю, что делать. Говорит, если что-то не устраивает, могу развестись, но это мой второй брак, и раньше он не был таким агрессивным. Собственные связи. Это весь вопрос. Екатерина, вы чего хотите? Давайте вот начнем как бы сначала. Вы чего хотите? От психологов. От психологов. Вы какую задачу перед психологом ставите? Поменять мужа, со самой поменяться. Зазвод пережить. Отношения гармонизировать. Что? Неплохо было бы вам сказать, с какой целью вы вопрос задаете. Вы пишете, устала, не знаешь, что делать. И предполагаете, что знаем мы? Дальше. Дальше. Если агрессия вашего мужа появилась появилась только только вот на скажем так скажем так в каком-то этапе да? То есть вот если если ваш муж начал проявлять агрессию только на определенном этапе это означает только одно что что-то его вашего мужа вашего мужа на это вподвигло. То есть что-то что-то случилось что он начал проявлять агрессию. соответственно соответственно ну нужно разбираться с тем с какого момента это начало. Что его к этому спорвигло. следующее следующее важный момент заключается в том что агрессия возникает тогда когда человек испытывает потребность защищаться то есть иными словами за агрессией всегда что-то что-то стоит. Понимаете да? Если вы не знаете что стоит за агрессией вашего мужа вы скорее всего не знаете его если вы не знаете его то у меня к вам вопрос как тогда вы строите отношения с человеком. Если вы не знаете что стоит за его агрессией вы говорите его как подменяют. Но понимаете если его как подменяют то можно говорить о том что человек возможно болен психически вот ну и что мы назовём вашего супруга психически больным и как бы положим положим его на принудительную госпитализацию очевидно что нет. Очевидно очевидно что этого делать мы не будем. а что тогда ну что в таком случае то вот и вот тут как раз и непонятно потому что все что у нас есть это ваше высказывание ваше высказывание о том что его как как подменяют. Ну вообще то здесь больше мне кажется речь про то что вы не знаете почему почему его как подменяют. Ну я полагаю что может быть вы не знаете что вообще с человеком происходит. То есть ну я вот так предполагал что вы возможно не знаете что в его жизни происходит. В жизни я имею ввиду вашего мужа. и конечно если вы не знаете или знаете но очень мало о его личности то конечно для вас это будет просто проявлением агрессии и и и все по большому счету понимаете да. Поэтому тут вот есть такой такой важный момент. Дальше. как вы реагируете на его действия то есть как вы откликаете как вы реагируете на то что он говорит вам. чувствуете ли вы себя виноватой вот вы пишете в момент ссоры может послать на три буквы из-за чего вы ссоритесь. изучите пожалуйста психологическую игру скандал ссору поймете больше про конфликты и про ссоры вот но из-за чего вы ссоритесь пока что не ясно здесь как вы реагируете на его слава вы пишете это мой второй брак и раньше не был таким агрессивным а причем здесь это вообще если у вас это второй брак то очевидно что отношения с мужчинами у вас не складываются нужно их анализировать проанализировать и значит выработать коррекционные мероприятия вот то есть опять же вы боитесь обмазать или что-то еще вы пишете у нас общая дочь 2 года не началась ли его агрессия случайно после того как родился ребенок у уточните пожалуйста этот момент ну и наконец последнее что я хотел сказать вы написали текст специалистам и не задали вопрос скажите пожалуйста вы готовы к работе над собой или как вы видите помощь вам нашу какой формат вы видите помощи вам это очень важный момент на который вам нужно обратить внимание на на этом все я надеюсь что помог вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой уважаемые пользователи уважаемые авторы вопросов и люди у которых есть похожие или другие трудности задавайте пожалуйста именно вопросы с озвучиванием того чего вы хотите хотя бы вот или хотя бы то что вы хотели бы поменять себе от него получается немного странно проблемы озвучили нам на человека грубо говоря нажаловались вот а что дальше ну то есть как бы что вы сами дальше будете делать например с этим ну вот вы задали вопрос да например вы написали его что вы получите что вы хотите получить вообще я бы сказал что очень важно озвучивать то чего вы ждете от психологов в первую очередь мы вам скажем насколько адекватно этого ждать сколько нет удачи вам всего самого доброго обращайтесь за помощью вам она пригодится главу 50 40 Продолжение следует...